Кстати, скучающие господа. Напоминаю, что есть записи с юзер экспириенс РАХа конференции с прошлого годника группы The Beauty Day. Других конференций, программных, менеджерских. Если кому-то надо, то кому-то диск там, да, это. Он, правильно, торопируется, его там, свидетельство, куда-нибудь. А это весит. Что? Только весит. Дофига весит. Ну, разные, по-разному. То есть на флешке тоже весит. То есть на флешке 4 мегабайт? Нет, там вы сможете выбрать 4 видео на выбор. То есть в среднем где-то 1 мегабайт в час. А, нет. Ну, есть, но и поменьше есть. Неплохо. Да. А где есть онлайн-то скачать, да? Да, онлайн все можно скачать. Другое дело, что у нас есть онлайн-то скачать, когда тут можно все залить, а потом мы что-то посмотрим, и быстро идет. Вот. Вот. Есть такой сайт, который наш пароль раздавал название. Не деликать свой пароль вайфайл. Ну, вот. Там очень слайд у нас в записи, этой конференции, и вот эти, ну, все. Допустим, ваши квесты. Это надо два раза скликнуть. Правильно. Это и скликнуть. Вот. Что мы наблюдаем? Наблюдаем небольшую картинку для привлечения внимания. Я вас не знаю, что дорогие заманить. Вот. Да, я попробую сюда удалось мне это пристроить. Вот. И, на самом деле, вот дальше там записи N конференций разных. Вот. Включая нас есть еще категория «кутые семинары», вот. Там есть еще то, что не попадает под эту категорию, да, в вариации там и собрания разных, сообществ программинских. То есть у них нет конференций каких-то, но тоже ничего. Все это есть разлом на патентах. То есть если вы какой-то узкий специалист, то, значит, там идете там, и что вам надо там. Менеджмент – полно. Изабилити есть. Тестирование, программирование, архитектура. То есть выбираете, смойте. Ну, в чем плюсы? Ну, например, пойдем посмотрим изабилити на нашей записи. То, что мы стараемся как-то так передать полностью эффект присутствия, значит, компании. Ну, давайте посмотрим какую-нибудь записи в связи с педицера. Как я, я не знаю, вот интерфейс мечты, я не знаю. Вот, я уже, понимаете, понимаете, принимаю людей, приходят в разные фотки наплательщикам, которые я находил в социальных сетях и там на разных местах, что-то для, так сказать, большего, большего этого, вот, вот. Но я хочу тогда говорить не об этом, а о нашей записи. То есть то, что, видите, мы записываем. Почему так много камер, да? Вы надеяете видео-стативку, думаете, зачем все это? Вот. На самом деле мы экономим, экономим, значит, на записи. Мы не привозим пресс-операторов, как делают профессионалы. Просто расставляем камеры и снимаем и докладчика, и, собственно, зал, и записываем экспериментацию на камеру. Потом, значит, все это монтируем. Получается такая простая упаковочка, то есть в полной никакой присутствии. То есть вы видите, как люди зевают, там помирают, а скуки или, наоборот, чешут разные части тела, скажем так. Вот. Ну, видно, соответственно, и докладчика отдельно, и, соответственно, видно экран. То есть мы с удовольствием. То есть даты, если мы не смогли там потом сзади посчитать какие-то упаковки. Человек сделал, там, пишет постародомент, на записи вы все это посмотрите, посчитает. Ну, и, соответственно, если вы смотрите, это все там можно скачать. И я рекомендую скачивать. Лично я. Почему? Потому что большой плюс видеозаписей именно в том, что вы управляете посмотрим. То есть, возможно, вот, не все заклады сегодня были достаточно интересные. Вы их можете зрелять именно, да? То есть бывало скучновато, или вы там включаете телефон, твиттери. Вот. У вас нет такой проблемы, когда вы смотрите записи. Когда вы скачали, и с помощью BLC запускаете, на счет, хороших лэр, он умеет регулировать скорость просмотра. Понимаете? Два раза нажать на кнопочку, уже от 130 до 140 процентов, даже любой вот такой мылый, 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 мылый. У вас восприятие... Да, динамику, восприятие... Нет, голос отлично идет, все совершенно. Я уже сейчас на большинку записи смотрю на 30 процентов. У вас растет навык. Понимаете? Вы постепенно прокачиваете свой собственный мозг, там, то есть, да, или у вас получается новый интерфейс. Обычные люди говорят так, ну, зачем я буду смотреть видео, это будет скучная лекция, я потрачу час, а там, где статью я прочитаю в три раза быстрее, если есть. Да, ну, во-первых, статья, она все-таки требует некого напряжения, ее не всегда можно читать. Нужно знать некая концентрация, там, вы должны тепеть. И эту пень вы можете включать в ванной. Я залезаю в теплую ванну, расслабляюсь, принимаю в ванну, вещества. И, значит, там у меня стоит ноутбук, там комфортная скорость для восприятия. И он, понимаете, вы сами расслаблены, вы ничего не тянете, вы не напрягаетесь. Он вас там пытается вложить. Есть что-то интересное, а вот это мы в этот момент посмотрим, внимательно смотрите там все. Не все в полную чушь? Извини, как в сериалах, да? Дроп. Дроп сериала, ой, дальше не смотрится. Парень, я зато мне тебя, гад, чтобы плюнуть тебя. Ну, можете, кстати, прийти на сайте, какие-то там, если вы видите голосование, там можете написать, что не очень, скажем так. Вот, или там еще что-то. Вот. То есть это гораздо лучше, чем просто было до этого. Итак, ну что у нас тут, народ собирается в спины? Я думаю, после обеда они, наверное, все соберутся, где-то там, через полчаса, после этого тебя. Я пока открываю, видимо, там, Андрей, кто гостю программы. Вот. Потому что сейчас будут реально интересные доклады. Это вот мы специально проверку сделали, значит, когда программу формировали. Первую половину, то есть эту штуку поставили. Вот. Ну вот. А так потом остаются все самые сильные парни. Те, кто соберутся, пришли в конце, и вот они, конечно, получают лапанку и конфетку. Ну вот. Мы очень рады, что вы пришли. И сегодня попробуем поговорить. Кстати, вот вообще в зале кто присутствует? Давайте попробуем понять аудиторию. Я, конечно, не очень активный зритель. Это местами объясняется тем, что нет интернета. Да. Да. Но. Я же решил вот проблему с интернетом. Я сейчас вот прям 1400 рублей вложил за месяц. Йоду. И вот работает сеть. Белонетский финансов. Кто-то я пытался вам убить. Да. Посмотрите. Вот эта сеточка. А пароль у нее. Как вы догадаетесь? Добитка. А здесь рута в самый сайте, который я вам планирую. Вот. То есть если вы посмотрите. Ну да. Это не шанс, чтобы люди это выучили. Понимаете? Других шансов я не вижу. То есть лип. То есть густис.ру. И вот те, кто вам что-то запомнили. Конечно, это обычная коробка от Йоды. Если я думаю, что человек 20-20 часов становится все сдохнет. А может быть, не сдохнет. В принципе, у меня как-то там и 30 человек тянуло. Умирая она. Но мне просто будет жалко, если никто не воспользует систем, что я 1400 рублей только что взял и выкинул. А выкинул 1400 рублей, потому что я пытался оплатить на самом деле 2 часа. Да? 50 рублей полная скорость. Часовая группа. То есть остался. И благодаря классно сделанному интерфейсу Йоды, о котором я уже поговорю, я это не смог сделать. Понимаете? Он очень за силу. Но я сделать это не смог. О. Может быть, я с вами покажу, чтобы не показывать потом и сэкономить время. Потому что я боюсь, следующий катальчик меня будет подгонять и, может быть, даже вообще заперняет ногами и выгонит, выгонит. Выгонит. Вот. Это просто на тему мне тогда делают некое отвлечение. Это будет бонусом. Я не покажу это тем, кто пришел его вовремя. А покажу это именно вам. На тему красота спасет мир, да? Часто думаю, что интерфейс достаточно сделать красивым, но все будет хорошо. И возникает TPA. Когда вы работаете с некой программой, вы видите, что там деньги потрачены. Освоены. Сделано красиво. Работать невозможно. У меня есть для этого дизайн. У меня есть даже эмблема. Кто-нибудь узнает эту картинку? Посмотрим. Это журнал Windows IT Pro. Кстати, аудитория. Кто у вас юзбилисты? Кто поднимите руки? Не стесняйтесь. Даже если вы личинка юзбилисты, все равно поднимите руку. Перестань поднимать. Хорошо. Дизайнер есть? Посмотрите внимательно на эту картинку. Она вот означает инновация. Эти символы часто встречаются. Это известный журнал. Вышел он как раз в честь выхода Windows Vista. Посмотрим на голову человека. Это символ высоких технологий и инноваций. Вам ничего странного не кажется? Они не крутятся. Они не могут работать, эти шестеренки. Понимаете? Все больше и больше приложений, в которых все красиво сделано. Видно, что все, так сказать, оформили. Но оно не работает. Никак совершенно. Причем, если бы они даже подумали на один шаг, понимаете, на один шаг, если бы они всего лишь посчитали, то она бы заработала. Я сейчас решил, подумал, что раз у нас начался такое время от выступления, наверное, будем считать, что вы начали мой доклад. И для этого я спрещу приложение, которое делаю я. Вы сейчас видите, как непременно выглядит. Вот очень крутой видите интерфейс, который некоторым может быть в страшном сне. Вот. Но что я его пожираю, то я работаю. Все, у меня нет проблем. А с этим? Вы, кстати, думаете, я придумал что-то? Я удивился. Знаете, он до сих пор продается. Вот, пожалуйста, вы можете в каталог. Знаете что? Сейчас люди будут не ходить с обеда, они будут не ходить оттуда. И чтобы не мешать уже начавшему вещать станцию, чтобы вы лучше пересадите туда все. Да не надо гонять людей туда-сюда. Ну давайте перейдите. Если вам идут лучше в юзабилити. Это не я вас гонял. Но мы постараемся. А вы, проходя на это, посмотрите. Это, пожалуйста, вы можете купить дизайн. Заходите на стол 649 евро. Это символ взаимодействия в команде. Team Play. Посмотрите. Я предлагаю считать это символом дизайна убивающего функциональности. И этот момент я выберу, наверное, из доклада, чтобы сэкономить. Андрей, видите, я всем жертвую ради того, чтобы... А, а насчет юрты можно вам показать. Юту? Давай. Вот у меня интерфейс классный. Где я пытался заплатить, значит, оплатите два часа. У меня прорывался. Я уже, наверное, 500 рублей запросил, чтобы там и карта заработала. Но нигде не зажигалась кнопочка, которая могла, там, значит, как-то это дело сделать. Причем я по карте сейчас, я вот двигаю, двигаю. Все очень красиво сделаю, видите. Слайдеры, дизайн там, потом они желтые. Но вот то, что не подпадает от того, чтобы оплата месяца, оно здесь просто не подставлено. Везде написано, что вы можете это сделать. Но в интерфейсе этой возможности не осталось. Я-то паниковал, как этот, как Варина. То есть я даже в пробежку йоту зашел. Посмотрите, тут Колобок такой крутится. Веселый, персонаж. Пожалуйста, пожалуйста, что получилось. Я ему задал вопрос, он мне автоматом вводил ответ. Пожалуйста, найдите там кнопочку снятие применения свойств или там в вашем личном кабинете. Да я там был в личном кабинете, Колобок. Понимаете, то есть. Товарищ Колобок, это совершенно не могу. Вот. Вдохный. Вот я думаю, что это сделать, пытался сэкономить немножко денег и дать вам интернет, отдать себя всего вам. Вот. Андрей, слушай, давай поснимай меня тогда. Я вот скажу вам этот. Просто вводи, чтобы я в камере был. Давайте будешь операторами, я тебя назначаю. Должно я этого не привык. Вот. И в результате, ну как, да, недобили себе бизнес-целей. Я раздавил свою собственную жару с сапогом. И заплатил тысяч четыреста вам. Не знаю, пробуйте этим. Сейчас, я думаю, опять его завалится. Но хоть потом не говорите, что вам не было интернета, что организаторы это. Ну, как в Твиттере обязательно начнут. Еда была остой, воды не хватало, печеньки так себе. Интернет не было там. Вот понимаете? Есть такая басня. А вот у нас есть классные часы. Видите? Обожаю, да. У тех решений. Это, кстати, очень хорошо, что организаторы подумали. А что я буду говорить, товарищи? Есть такая штука классика, да? Вы у нас все юзбилисты. Я пришел в несколько другого лагеря. Я закончил. И хотел бы с вами поговорить. Ну, я не знаю. Посмотрите на вот эту картинку. Видите такой, Ганнибал Лертер сидит в тюляге. Узнаете о чем-то? Да. Это ваш, собственно, ваш, так сказать, манифест юзбилистов. Что есть юзбилисты, классные парни. Нормальные совершенно. Нормальные, как пользователи. Хорошие парни. Есть программисты, которые, ну, они даже хорошие парни, но лучше держать вам там. Понимаете? Это вот я пришел. Внимар Лертер. Хе-хе-хе-хе. Вот. С вами поговорить. Это, это... И все. То есть проблем нет. Главная идея такая. То есть юзбилисты, они нормальные. Они транслируют людей и пользователей. Они понимают красоту. Это как эльфы и орки. Классическое определение. Асуронов. Предыдущий докладчик, Денис Бестов, он варил классную картинку, которая отражает, собственно, все стереотипы в этой области. Там очень много разных букв. Ну, посмотрите. То есть он отнес тут разные роли. Пойти разработку. Разным углам. Ну и разложил там мифологии Толгина. Там гномы, эльфы, тролли. Это очень хорошо. Там вообще хороший подход. То есть берете любую мифологию. Там что угодно, по чему угодно можно развалить. Вы можете сделать наши книги, стать бизнес-консультантом. Но я поговорю только о этом. Смотрите, где у нас сидят проектировщики интерфейсов. Классному углу люди эльфы наверху. На верхней палубе корабля. Таника нашего, да? А где у нас сидят разработчики? Они сидят вот здесь вот. Хартеры, грики, тролли, орки. Как там, можно сказать. Они хорошие люди, да? Как там эти орки. Это как бывшие эльфы, да? Только над ними что-то там делали с ними, да? Там какие-то эксперименты. Они, как говорят, переводились. Вот. Хлоп с ними случилось. Это вот классическое такое вот представление. То есть будет нормально, и все будет хорошо. А вот этих всех друзей держи в тюрьме и сбрасывай на них спецификация. Вот. Почему это плохо, и почему я, собственно, решил в тюрьме в тюрьме? А первое, давайте поговорим на самом деле, на что происходит. Что мы знаем о товарища Купера, да? Что мы знаем о России? Ничего и то не все. Вот. На самом деле, это вот этот подход с нормой, в раздавленный принцип. Это вот путь гадалайнов, прописанных процессов, хороших, надежных. Гадалайнов, где все прописывается. И что получается обычно? Получается, ну не так, чтобы совсем как бы психушка, но получается просто называемая УГ. А вы, наверное, знаете, что это. Это классический подход к предприятиям и Крущеву. Думаете, у Крущева есть специальные издевательства, которые сделали над людьми? Ну нифига. Там работало огромное количество юзубилистов, я же сказал так. Профессионалов там, КБ работают, они все просчитывали. У них были персонажи, у них были гадалайны. Там все было просчитано, что, чем человек занимается, огромные толстые такие дома, чем он может заниматься, как он может заниматься. Все было проделано. Вы сидели ребенка, да, это, то, без проблем. Вы удивитесь, там работает огромное количество людей. Вы сидели не просто взяли, построили Пит Халабуды, а, может быть, было бы тогда лучше, честно говоря. Это все было запланировано. То есть, как человек может там читать книгу, как он может вытираться. Поведение в туалете, значит, с точки зрения движения. И это здесь не будет показано, но это все было бы смоделировано. Вот. Несмотря на то, что многие не могли вообще войти в него, кто-то завод. Но это все было нормально. Вот, пожалуйста, ваши персонажи были, товарищи. Вот. Они не имеют. Не так, чтобы совсем уже персонаж, там, средний между мужчиной и женщиной, да, там. У которого есть. В принципе, нормы, правила. Все это было записано. Но, к сожалению, что получилось? Получилось то, что вы знаете, вот только крючок. Обычно, вот, зато надо было быстро построить, там, не было свойств. Они, на самом деле, эти дома получились очень дорогими. То, что они дешевые сейчас, вот это было продумано даже. Да, да, живым из роботов. Все было серьезно. Продумано. На самом деле, они не были даже дешевыми. Просто там некая манипуляция была с отчетностью. То, что вы практически стоимость этих домов записывали только работу. Там транспортировка этих панелей, там, списали другие ведомства. В общем, некий муж был. И в большом счету, то есть, он был не нужен. Можно было там чуть дороже построить нормальные дома. Не стали делать. Используют гадылайд. Построили. Построили ад. Что мы знаем еще о нашем товарище Алан Купере? Кто знает, что? Ну, это написано, на самом деле. Это отец Visual Basic. Понимаете? Это те самые хрущобы в мире программирования. То есть, человек родил некий способ быстрого поклонения нахрен никому не нужных приложений, которые на десятилетия вперед форматировали все вообще представления о том, как делать дурацкие, никому не нужные интерфейсы и их стали делать. Понимаете? Если бы этого не было, может быть, люди бы стали больше тратить времени. Может быть, большинство приложений бы и не было. Может быть, там родил и все. Вот появились эти кучи форм, утыканных кнопочками мелких, которые не помещаются там, а должны помещаться в экран монитора, с которыми... И все. Для этих большинства людей, которые спорные с Windows, это является нормой. Понимаете? И более того, он отформатировал кучу программистов, которые теперь не могут нормально программировать. Если ты начинал программирование между логистиками, и все. Ты не можешь мыслить термин от текста, кода, целостности, в том, что ты должен, например, хит-тест писать, еще чего-то. Нет. Ты просто, понимаешь, вот гонча. У вас есть кусок глины, вы там лепите, лепите формы, по 10 баксов за штуку, надо бы поесть еще, не заработал, налепил, потом обжег, а надо менять, и там снова проходишь, и долотом работаешь. Это не кто совсем. Вот. А нормальные юзебилисты известные. Они что, такие вот нормальные, да, думаете, как я говорил? Вот я вам дневники загадкой. Знаете, известного юзебилиста, который 10 лет, как идиот, строил дом вокруг органа. Ее там сильно рушилось, но он строил и строил. Это разно. Это нормальный человек, который там бампл устроил столько под условием, что он разрешал органы жрать в корпусе. Ему подгрузку разрешили. Через 2 месяца отменили все это, и потом это органы еще просто в церковь сдавать. Хорошо. Знаете, человек, который любит отдыхать в следующем образом. Он забирался с ногами в унитаз и спускал в голову. И босыми ногами. Да. Вы не угадали. Вот еще одна подсказка была. Это тот человек, который еще выпил яблок. Я считал, что если он пытается с фруктами, то его душ принимать не надо. Очень трудно ему это объяснить. Да, это вы правы. Есть люди, у кого там занялись юзоперити, потому что они любят улететь у аутиста. Вы это, конечно, не то, что не угадаете. Вот направление Human Center Design, Human Computer Reaction. Это, конечно, человек, в легенге аутиста, он заинтересовался этой области. Не от хорошей жизни. Вот. А вы знаете, кто такой глухой продвигал идею текстового общения? Откуда у нас делалось? Откуда у нас интернет? Мы сейчас привыкли в ашорках, там, чатики, то и сё. Раньше никто вообще не видел, что можно общаться так быстро и эффективно. Это от текст интернета Windows Server. Что, это нормальный был? Нет. Внимается? А вот всё ещё. Сейчас это является нормой. Вот такие люди. Но я уже не говорил о том, что если мы будем говорить о дизайне, по идее, да, то есть, видите, это близко к чему? Близко, на самом деле, к изобретательству, близко к дизайну, а вот, там, сумасшедший изобретатель, сумасшедший дизайн, ну, видите, Google, там, миллиарды, миллиарды, вы получите, соответственно, таких ссылок. Вот. Так что, видите, на самом деле, реальные прорывы, их от людей нормально ждать нечего. Ну, что делать, наверное, можно говорить. Особая проблема, понимаете, ещё не только в том, что сделать изобилити чего-то развлекательного. Вот. Мы сегодня посмотрели классный доклад, там, очередное, по привлечению людей бессмысленно работают, бессмысленно людей там бессмысленного рассмотра вправляют, да? Вот. Это, на самом деле, кейсти не нового. Я вам скажу, что вот так вот работает распознавание капши в интернете. Почему вот все боты отходят все капши, да? Удивительно. Искусственный интеллект, да, подвинулся? Умный стал. Даже не китайцы, даже не индусы. То есть, мне рассказали ещё несколько лет назад, люди из форной бизнеса. Вот. А он связан с серо-бизнесом. Там всё очень простая схема. То есть, с одной стороны, работают боты, которые должны писать комментарии там. Там за Путина, против Путина, неважно. Там им показывают капча. Фигня вопрос. Потому что в другом моменте, наверное, в другой части Вселенной работают полносайты. Там чуваку время-две не показывают эти капча и говорят, ну, хочешь дальше смотреть? Веди её. Всё. И работает это примерно на том же самом предельном паре, то есть желание видеть, так сказать, помодерировать фотографии. Включаясь в Вселенной, да. С этим вопросом нет. Делайте социальную сеть. Ну да, вам надо какие-то разрешения придумывать. Я поговорю о том, что на самом деле, когда у нас возникают бизнес-пользователи, ну, бизнес-пользователь – это дурацкое совершенно определение, потому что мы, наверное, немножко представляем каких-то бизнесменов, да, пользователей. Не, ничего так. Бизнес – это вот как определение Белемина в России. Я же вот те самые буквы. Бить. И без нас. Вот. Это те самые просто люди, которые вынуждены заниматься этим несчастным делом. Вынуждены. Они бы вообще не пользовались бы этой самой программой. Что она делает? Кому нужны эти отчеты по TPS, там, номер 27, 267, там. Это какие-то кверки, это какие-то операторы, кассиры, там, трейдеры, там. Они разные по социальному статусу. Они разные совершенно. Но вы их не сведёте никогда никаким персоналом. Там нет никаких кивычков. Вы не получите никакого одного там единой общей картинной. Они не занимаются ни развлечениями. То есть вот это всё, вот это, то, что я вам сказал, не работает. Вот. Что делать с этим? А подходят к ним именно с такими же подходами. Я точно это знаю. Причём граница между бизнес-продолжениями и развлекательными, в общем-то, или это не бизнес. Они стираются. Вот, там, e-learning. Это бизнес-продолжение или не бизнес? Ну, по идее, это нормальное дело, там. А я вот знаю, что люди, которые проектируют некие приложения для e-learning, они, там, вот, увлекаются персонажами вот этим всем, они меня там строили, там. Вот. Парень, ты меня купера не понял, там, вот, понимаете, так. Там, вот, персонажи, это же, там, великое изобретение. Ну, как будет из этого? А то, что они рожают, это дикий ад на этот клуар. Вот. Не хочу, потому что ещё на записи будет. Подходы спрашивать пользователей тоже бессмысленны. В некотором смысле. То есть, ну, идея такая, что давайте попробуем с этим бизнес-продолжением, сделаем, как хотите. Ну, вы знаете, сервис не смог? Я его просто покажу. Вот. Это, там, тот самый случай, когда решили именно пытаться у бизнес-пользователей всё спросить, на кого он хочет. Это проектирование автомобиля. Там, идея, в общем, простая. Вот, гоня, естественно, есть брат-близнец, вот, он владелец процветающей автомобильной компанией, и, наконец-то, они решили сделать нормальную машину. Вот у меня спрят себя специалисты, что они все жизнь не знают, из гармондов, там, ели и прочей. Он говорит, вы не чувствуете, а он такой, здесь дом есть, настоящий. Вы не понимаете, что нужно настоящим пользователям. Настоящим может быть. Он приезжает, и, вот, классика, понимаете, настоящий американец. Он говорит, классно. Классные идеи. Давайте вот покажу свои машины. Вот они такие классные, давайте вот это сделаем. А, видите, бизнес-пользователи, они даже не могут понять, что они могут хотеть. Ну, их какие-то странные идеи могут буждать. Они даже не знают, что это на самом деле нужно. Вот тут он провел некий эксперимент, попытался, значит, давай катай вот этот парень, гомяк, построй тут прямо как все, что хочешь, мы призуем. Все, что ты хочешь, вот твои идеи, вот, пожалуйста, яйцедоловы, яйцедоловы будут тебе обслуживать, делайте все, как следует делать этот парень. Товарищ, делайте. Кто смотрел этот мультик? Ну, все равно меньше, сильно меньше даже четвертой части аудитории, поэтому я все-таки примерно озвучу. Вот, он сначала смущался, вез себя как зашубанный пользователь, когда мы видим это данное интервью, такие забитые, ой, наверное, я тупой, наверное, я что-то не понимаю. Нет, давай, сделай все, как надо, как ты хочешь, вот, и вот он наконец-то, вот видите, накачанный, пришел, вы наконец-то делаете так, делаете так, эй, ано, послушай сюда, ты, вглосая голова. И, значит, сделали автомобиль, как он хотел. На самом деле это не такой спешной сюжет, потому что примерный подход был, там, в 73-е годы, ГТАП делали, с таким же подходом, жуткий, совершенно, там, неудачный модель получился. Ну, разумеется, как вы догадывались, это ничего хорошего не может получиться. Вот, здесь, даже если вы допустите ваших кассировок в проектированной интерфейсе, они, понимаете, даже грузить не могут, это теоретично. Что он видел? Он видел, там, например, окна, если он видел видность, а если он их не видел? Даже представить не можете, мне приходилось на свое время обучать людей пользоваться мышью. Вот. Я накрывал ее руку своей рукой и грибил, там, то есть, очень было, очень было эреатично. Ну, вот, соответственно, вот то, что если вы допустите и будете реализовывать их требования, то получится именно вот это. Вот. То есть, тоже не вариант, не вариант, разумеется, человек разорился, компания пошла под нос, все классно, все как обычно. Что делать с этим? Обычно, надо вспоминать, ну, персонажи, да, вот как я сказал, персонажи, у нас есть классные персонажи, это то самое, что нам надо. Ребята, во-первых, вы должны понять следующие персонажи, это все пришло из маркетинга. То есть, Купер, он, в некотором смысле, может считать это избирательным персонажем для использования юзабилити. Но все это было использовалось еще до Купера, Купера в 99-е годы, да, с твоими тихушками. Вот. В 90-е годы все маркетики выказались у них фирмы, но не все, там, большинство подвелков, у них уже были подобные методы, они, может, по-разному назывались. Вот. Все это использовалось для сегментации в рынках, изучения, и это все для чего? Ну, когда вы вообще не знаете своих пользователей, вы пытаетесь нащупать, вы занимаетесь рыпалкой. Вот знаете, кто рыпалка занимается? Есть такие сумасшедшие? Молодцы! Ну, знаете, есть серии там «Секреты рыбной урокодобли» российские, «Бесконечное», «Секреты рыбной урокодобли» – «Линь», «Секреты рыбной урокодобли» – «Щука», «Секреты рыбной урокодобли» – «Сок». Вот, это все примерно, вы пытаетесь создать бизнес-персонажа вашего, значит, сама, и обслужить его пополнее. В том смысле, когда мы занимаемся бизнес-провожением, все это не работает, абсолютно это никак не может дать. Это вообще не проведенный experience, и в этом смысле особая проблема, это когда вы начинаете выдумывать их с головы. Это понимаете, концепция выображаемых друзей. Вы выдумываете их, а потом для них начинаете делаться. Откуда они могут взяться, эти персонажи? Ну, конечно, у вас какой-то опыт есть, но почему еще вы выдумываете? Вы выдумываете, а потом на этом разомокаетесь, потом у вас возникает такой замкнутый контур, вы там что-то придумываете, потом это на вас же влияет, вы выкладываете фотографию, смотрите на нее. Это все на самом деле идут и срабатывают. У меня книги личной такой даже из претензий. Одно раз я был на тренинге юсюнилиста одного уважаемого, мы там начальники мастер-класса, там тоже было персонажей использовать, и все классно мы сделали, а потом нам говорят, нет, вы провалили задание, надо было выбрать одного персонажа взять, а мы там двух или трех, мы не покрываем. Нет, это не правильно, мы не бурили персонажей, надо вот одного. Правильно персонаж вот этот. Что? Вот, ну, понимаете, это настоящий профессионал, он родил тренинг, я у него был, вот это было там, то есть я вот, пожалуйста, в шоке. И проблема в том, что вы как не ответите на вопрос, что он реально делает, вы не прочувствуете, вы можете выбрать красивую, что придумать ее образование, придумать там ее интересы, но вы не поймете, что она делает реально. Вот я еще один фильм, пришел, приходит в Болгу, я был вообще в виде цена составлять, узнаете? Опять, да, очень похоже на ту картинку, которую я начал, вот молчание не ревняет. Вот, пожалуйста, чем они занимаются вначале? Они пытаются, да, найти своего клиента, понять. Вот у них целая доска, извешенная персонажем, у них единственный клиент, куклу Бин, они знают, что он верит в женщину, пытается его понять и подумать о продукте. Ну, продукт или электрический стул, не продать его, так сказать, ему. И все это, вы помните, не работало, не работало совершенно, то есть вот он режет, режет и все. Не будет, предлагают подожги, вот, в диалоге с кем? В диалоге с человеком, который мог понять. У них просто не хватало времени для того, чтобы дружиться в его роль в настоящем, они прибегли, а этот кусок у нас сразу, то есть он делал примерно такой, то есть, говорите, все же просто, задайте вопросом, что он делает. Он делает женщину? Нет, нет, нет. Он говорит, ну, может быть, я ей что-то скажу, что он делает? У меня это еще все просто. Что он делает? Он шьет одежду, он пытается превратиться. И вот действительно, только вот именно задавшись вопросом, она поняла, что да, он шьет одежду, для этого ему нужно именно жирное тело, нет, просто не кожу удобнее снимать. Это там навело ее, наконец-то, на некие правильные мысли. Поймите, что он делает? Для него это было очевидно. Он превращается, он шьет одежду, у него не получается превратиться там. Ему отказали, вот он, пожалуйста, работает, наш персонаж, который, все-таки, свой продукт получил. Ну, не видит электрического стола, а быстрее, как вы помните. То есть вы должны на самом деле попробовать это делать. Это вы никогда не получите с точки зрения, если вы не получите своего личного опыта, вы это никогда не вычислите. Я чем занимаюсь? Я, как сказать, представьте, я занимаюсь основной разработкой, и вот у меня вот, отличие такое, вот для такого разработки, это вы делаете, непонятно, кто-то купит, не купит, там, ну, допустим, купили, не купили какие-то правильные люди, купят другие. И главное, чтобы покрыть большую область. А вы должны работать именно по узкой группе. Вот. И у них там совершенно непредсказуемые навыки. То есть для меня было в свое время удивление, когда пригнали там теток, они не могли проделаться мышцами, я объяснял, я пытался учить, значит, там, девушку, там, руку на руку, я обладел этой мышкой. Вот. Зато они с фантастической скоростью работали с лампадом. Они просили, там, ну, когда-то кассившими были, ну, что это денег? Я, как представитель, по печати никогда такой свойственно добьюсь. Соответственно, вот, когда мы делаем внедрение нашей, там, системы, то есть массовые, там, просто, прожих-менеджеры, там, аналитики, они реально, там, вот, они могут продавать в магазинах, они могут стоять за прилавком, они могут работать с кассой. Вот такое погружение, опыт этого вы никогда ничем не замените. Никаким описанием, никаким, значит, этим персонажами, особенно с статистикой, вот они, там, были выступления, там, «YouTube с Бензража», персонажи, новолису персонажей, это, там, статистические исследования, все штатические исследования, и в конце все окончается именно сегментация. Ну, вот мы разбили все наши, там, 25 миллионов пользователей, возможно, три группы, и я думаю, надо работать так. Все. Ребята, это не об этом. То есть, когда вы работаете с бизнес-пользователем, смотрите, что он делает. Он работает с текстом, у него работает потом. Он работает с клавиатурой, как он работает с клавиатурой, Что он может видеть, что он видит, он что-то может вообще не видеть, может вообще кто-то не видит. Название у меня тут забитый гроб. Кто-нибудь понимает, о чём это? Ну, наверное, тоже небольшое количество, да? С тех, кто их в картонке, наверное, камеру записал. На самом деле, этимология этого слова, это примерно, получается, от названия романа Карлайна культового «Strange Land». Сумасшедший роман, как американская фантастика в 50-х. Вот ничего лучше еще пока не придумали. Американская фантастика «Online», «Филипп Дик», «Адские вещи». Вот там про человека, воспитанного марсианами, который приехал на Землю. Там, разумеется, там выглядело всё, что можно. Рибритаризм, и любой групповой, и там свои религиозные воздрения, там всё вместе. Но у него там был момент, был глагол, который повторял всё время. Он пытался всё пропнуть, понять полностью, познать полностью. Понимаете, эмоциональный контакт означал это и секс, в частности, означал полный «Грокинг», кстати, это означало съесть. Да, как мне верно сказали, идти на обороты. То есть тот же самый «Грокинг», когда тебя скидают. В общем, в этом ничего плохого нет. Ну, можно сказать, ну, как можно понять бизнес-бользователю? Блин, там что, прожителю жизни? Как это вообще возможно? Влечь в шкуру какой-то там, прости господи, там, какого-то клетка, трейдера? Да нет, никогда. Я вам хочу сказать историю. Некоторую историю, как это было отражалось, возможно, вообще с нечеловеческим видом. Подумайте об этом, значит. История именно про американские скотобуйни. Как мне вообще представляют скотобуйни обычно? У нас представления, например, такие. Вот есть некий завод, там, на входе капит коровы. Вот. На выходе такое классное мясо. То есть на вход, главное, внутрь не захотите, внутрь не захотите, не думая, что там происходит, потому что если вы выйдете, вот вы будете вот так примерно выжить. Вот. На самом деле это сложный такой бизнес, хорошо продуманный, там, сделанный лучшими специалистами, кто изобили все время. Вот. Это, заметно, американские, там, значит, скотобуйни, не наши, где коровы умирают в своей собственной смерти, чудовищных учениях, потому что они плохо соединили в простую жизнь. Вот, видимо, там. Нет, здесь все хорошо. То есть, понимаете, их там должно нагулять, например. Они там должны брать вес. Они там три раза вес увеличиваются перед забоем. То есть они приходят, например, 300 килограмм, их забивают, там, 700-800. Они там, слушай, содержатся. Но вот, видите, изобилик такой не совсем нормальный. А он действительно не совсем нормальный. Он говорит, слушай, они что-то там жалуются, мы часы, что-то реально. Да ладно, это бизнес-пользователи, красивые. Да они сами, господианы, что-то мы часы, ну, а не важно. Да ладно, бабло капает. Давайте вот обсудим, господа, диноземенные. Вот поток у нас есть, тэш-флоу, мясо-флоу. Вот, у нас есть и очень такие менеджеры, которые помогают бизнес-пользователям справляться с их задачами. Это, в данном случае, ванны, где там все коровы должны их там, все делициируют. Все прекрасно, есть вот насмотрщики. Мы работаем, бизнес-провождение, деньги капают. Кого их волнует? Ну, мы сейчас иногда. Иногда, конечно, они скрываются. Вы, наверное, может быть, понимали. Участие там в контроле, там, тайм-трекинг делали, какая-то система, еще чего-то, какая бизнес-пользователь. Пожалуйста, без проблем. Они обязательно помогут. Вот. Всегда менеджеры, как говорится, придут на помощь вот этому вашему бизнес-пользователю. В общем, именно тот самый случай. Поймите, что люди, которые работают, там, не знаю, годами, они ничем от этих коров не отличаются. У коров, ну, они просто так же отдают свою жизнь, как и эти самые коровы. Делать немножко подольше, но какая разница? Никуда разница нет? Ну, тут повезло. Вот это дело, чтобы заметили, что они уже странно выглядят, да? Вот. Это некий материальный существующий человек, Temple Grandin. Вот. И у него, конечно, с детства был, а, аутистик. Но ей повезло. Наверное, это один из первых аутистов, которые, а, научили говорить, б, в общем, дали какое-то образование, и у него, например, абсолютная память. Одна из свойств. Так. Алло. Что это за фильм? Temple Grandin. Фильм Temple Grandin. Если у меня там что-то зависло, я не знаю, все справлюсь. Ну, а если справлюсь, то я звучу это здесь нагло. Я ничего страшного, я это руками скажу. Отвай меня полностью. Эта мучена. О, насколько небольшое зависание Блик, упрощаясь в налоганные шорты. У нее то что-то бы такое дизайнерское мышление. Такаяiendo Ragin. Как с одной из них, я все это представляю. А во-вторых, она представляла все геметр ways Как видят животные, как там что-то движется. которые возможно вы сможете даже будешь нормальным карта расширить с помощью пещеры как говорим я так вот этой настоящей эмпатии используются тем самым который вот никогда не нельзя получить если вы этим не займете у них тоже понимаете за годы там тысячелетия с которым не заметил того что заметила она вот как на самом деле первых коров чего это пугает то что они взаимодействуют а и коровы если не знают о том что этот напойник кроме наших которые видят собственно вот тут целая очередь отрежут подожди еще мы для этого забывали попозже часто он даже упали они просто чего-то пугались этот мелких вещей совершенно не очевидных даже как не было не очевидно как работают при использовании когда мы там продавали наш стартную функционную систему и вот письмите она и повезло конечно у нас просить на больших шансов на запросе коровы она пытался полностью снижать смотрели так и на стоять на нее вот там частности не смеялись мне машину забрасывать очень яйцами но это не остановило то есть она пыталась побыть коровы поработать ну конечно недопойника что-то с коровами по стрельбой не очень живо интересовал как его можно посмотреть вот она заметила что пугает коров и даже мелочи совершенно как они движутся как сделать так что вот этот самый процесс происходил бизнес-процесс происходил совершенно незаметно для корова и не пугающе и он рассматривался как они живут в дикой среде но я не знаю как там бизнес-пользователь может быть понятие дикой среды но наверное может быть понятие такое есть например программисты тоже точно такое понятие есть это там разработка open-source это дикой среда и программисты в дикой среде есть вот они до работы приходят там у них там соответствует 300-500 систем учета времени там там Team Foundation свободная разработка это там где они программируют пользуясь самым классным инструментом который только помогает какой-то активности вот и она решила эту проблему то есть она сделала первое решение вот та самая Super One на которую вы наблюдали да и менеджер помогали работать так сказать спидным пользователем она сделала видите совершенно это придумать невозможно если вы не поймете не почувствуете это полностью ведь никто не хотел чертить вот это все дело она сделала все это сама вот видите какие-то изгибы постепенно сужающиеся коридоры вот сколько видите он его не очень пугает погонщик перемился только навстречу ни в коем случае не сзади вот постепенно все сужается 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 постоянно чувствую себя уютно потом подходит одна и поток идет совершенно нормально не нужно есть ступенечки для ванны и без проблем надеюсь вот если вы прочувствуете бизнес-кьюзер вы сможете сделать именно такие же предложения когда вы просто я раздумывался он придет на работу сядет за ваше бизнес-продолжение погрузится туда выйдет и поймёт что ему пора на пенсию то есть ну так сказать пора окончить почащий университет последний вот и надеюсь удалось собственно добиться и пошло суббиться с бизнесами то есть понятное дело что маркетинг-менеджера который у вас единится возможно ваши там идеи ступички ступички как у нее пробиваются пробиваются ваше нетривиальное решение там она шла против всех гадлайндов гадлайндов строения скотобой были известны нормальные чистые скотобой неподешевле решетчатые полы прямые коридоры металлические нормальные заводские здания все это как раз не работало не работало для этих самых бизнес-продолженных коров почему ну потому что вот они пугались пугались и всем приходилось мучиться нас отшел так или иначе меняется в конце она даже лифт сделал внимательно коровы идут постепенно потом вообще дорожки несет то есть сужается 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 дорожки несет они пугаются до самого последнего момента представляете такое положение этим бизнес-пользователям лифт к коровам и вот в конце уже вот видите она практически засыпала в тот момент и вот выход на бейси удобное приложение это возможно ну и разумеется вот последний момент и что до соответственно обращение к вам не замыкайтесь надеюсь вот эту историю запомниться голову шаблоны бедланы это все классно и персонажи это тоже лучше ничего но не замыкаетесь этим потому что это все очень 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 ограничено решение если вы хотите что-то решить настоящего шея сознание делайте так как это должно быть правильно вы не узнаете сколько там эти один человек и у нас купил себе конечно огромные длинные страницы большими методами удалось дыкать иногда может быть вообще не нужно готовить а не нужно мыши может быть в управлении голосом лучше человека в дизайне или управление жестами вы должны формировать спрос на новое устройство некоторые которые показывают свою следующему докладчику который наконец покажет вам новое направление интерфейс который надо ждать ищите нет реальные простые иногда даже пугающие эффективные решения пугающие эффективные подходы например танк Т-34 последнее что я расскажу перед тем как мы посмотрим именно на тот самый интерфейс вы знаете как было сделано управление немецких танков и российских немецких связь радиосвязь с вашей командир управляет механика водителя механика водитель сверпы и никогда ничего не имеют на поле боятся в этом концертной парке пока не сгорают вот там лево вправо передачи в россии не было такой техники разумеется какие там провода медь какой-то господи связь какие микрофоны просто командир спускал ноги на печень механика водителя сапога и дали на левое плечо и на правое и это работало гораздо эффективнее фантастическая эффективность управления то есть не стесняйтесь не стесняйтесь что у вас будет до утек такое решение я вам сказал если оно будет эффективным и наконец-то теперь переходим к нашему следующему докладчику потому что сейчас сам я сбой с программы именно будущее все много